Ребят, всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о такой профессии, как барбер. Как вообще это все происходит, насколько это комфортно и так далее. Начнем с того, сколько в среднем получает мастер. А состоявшийся мастер, то есть который работает хотя бы минимум 2-3 года, у которого какая-то уже хорошая клиентская база, получает в среднем от 70 до 120 тысяч рублей. То есть это прям хорошая такая зарплата, если вы классный мастер, у вас большая база и так далее. В среднем стрижка стоит 1200 рублей, брода стоит 800 рублей. Ну какие-то доп. услуги у всех барбершопах они разные. Процент, на котором работает мастер обычно 35, либо реже 40, либо очень редко 50%. Соответственно, если мастер максимум в день может принять 10 клиентов, а минимум бывает, ну, бывает, что никто вообще не приходит, вы можете посчитать, то есть в среднем 6 человек у мастера в день, если вот все, поделите общее число людей в месяц на количество дней, получится примерно 6-7 человек в день. Если вы суперкрутой мастер, ну, у кого-то будет 8 человек в день в среднем, вы можете посчитать, и у вас, наверное, примерно такое число и получится, как я сказал, по зарплате. Плюс еще есть чаевые, но мы их не учитываем, потому что это такой приходящий-уходящий заработок. В один день вы можете заработать много чая, а в другой день вообще ничего не будет. Далее поговорим о графике. Обычно мастера работают 5-2 с 10 до 10, по крайней мере, в моем городе. Реже бывает 5-2 с 10 до 8. То есть я считаю это самый комфортный график. Потому что после 8 часов очень мало клиентов приходит встречи. Ну и поговорим еще о том, насколько это морально сложная профессия. То есть мне кажется, человек, в принципе, сможет работать барбером. Потому что как минимум первый год, когда вы только научились, когда вы только начинаете работать за деньги, не все работы у вас будут получаться идеально, и это нормально. То есть некоторые клиенты могут быть недовольны, высказывать свое недовольство. К этому не нужно относиться как-то... Короче, не нужно расстраиваться, все через это прошли. Но как раз из-за этого многие мастера, начинающие, бросают эту работу, потому что первый год-полтора это такой стресс довольно серьезный. Особенно, когда попадаются какие-то неадекватные клиенты, которые начинают там прям ругаться, которые не понимают, что, ну, как бы все через это проходят. В принципе, я думаю, все. То есть самые основные вопросы я на них ответил. Кому было полезно, ставьте лайк, спрашивайте что-то в комментариях. Всем отвечу. Пока.